Для жителей дома номер 176 на улице Бадина резиновая обувь стала повседневной. Уже год они живут без асфальта. По мнению горожан, всему виной плановые работы коммунальщиков. Прошел год с тех пор, как здесь прокладывали водопровод, но восстанавливать дороги местная служба не спешит. Как людям ходить? Вот они вели трассу, трубы меняли. Как раскопали вдоль по улице Бадина, так и бросили. Дорога не то чтобы разрыта, ее фактически нет. Вместо асфальта грязь и лужи, а бордюры заменили обыкновенные булыжники. Причем дорога изначально на улице Бадина была, благоустроенной на средства жителей. Однако, когда проводили водопровод, дорогу разрыли. Трубы положили, а до асфальта так дело и не дошло. Виняра Каменова на этой улице живет с рождения и отмечает, что за все годы похожих ситуаций не возникало. Практически тротуар, который у нас был, мы своими силами, жильцы сами себе благоустраливали этот тротуар. Они меняли трубы и подняли полностью вот эту всю грязь, глину наружу. Мы ходим, вводим детей в школу. Мы не можем пройти, ну не потонув по колену в грязи. Обращались неоднократно, звонили руководству, ответственным за благоустройство после своих работ. Но нам отвечали, что да, мы обязательно приедем и сделаем. Но до сих пор ничего не меняется. По улице просто невозможно передвигаться, особенно детям. Детвора этой улицы раньше проходила по дворам, сокращая путь. Теперь же жители дома номер 15 на улице Прогресса закрыли путь и огородили свой двор. Отныне школьникам приходится идти в обход по грязным дорогам, обходя несколько кварталов. Раскопанные дороги превратили поход в школу в настоящий кошмар. Весенние паводки и дождливая погода лишь усугубляют ситуацию. Больше всех страдают жители первых этажей. Сырость из затопленных подвалов идет прямо в квартиры. Под окнами Раисы Солодовниковой разрыли колодец. Теперь там расположена яма, ведущая под дом. И при малейших паводках квартиру Раисы Викторовны едва ли не затапливает. Под фундамент полностью вырыли, вы под дом. Ведь не сегодня, завтра он рухнет. Он у нас и так посадку очень большую дает. Это же полвека этот дом стоит. Но я когда начала с ними разговаривать, они не хотят разговаривать. Они и сказали, нас прислали, мы делаем. Потом говорят, пришлют, значит еще сделаем вам здесь. Ну вот, и теперь у нас же подвалы глубокие. Три метра почти глубины у нас подвалы. И там в этом подвале уже вот эти стояки подгнивают. И тем более сейчас они вырыли все. И у нас вода льется туда. И все же последствия раскопок – это главное, что сегодня волнует жителей. После прокладки водопровода пропали бетонные плиты и десятки метров асфальта. Остается лишь грязь. В ожидании помощи дорогу мастят подручными средствами. Разъяснить, кто должен контролировать работы по восстановлению дорог, мы обратились к Араганды-Су. Ответственный орган подтверждает, что в 2016 году проводили ремонтные работы по замене труб. И пообещали, что до осени полностью восстановят асфальт. В летний осенний период 2016 года, то есть с мая по ноябрь, бригада Михайловского цеха водоснабжения по инвестиционной программе произвела замену водопровода по улице Бадина протяженностью 3 километра диаметром 160 миллиметров. По окончании работы была выполнена планировка территории. Но в связи с тем, что жители улицы Бадина потратили средства на асфальтирование заезда к своему дому, то сегодня бригада ТОК Араганды-Су выполняет работы по щебенению заезда к дому по улице Бадина 176. А в летний период 2017 года будет произведено асфальтирование заезда к данному дому. В настоящее время компания «Караганды-Су» засыпала двор улицы Бадина щебнем. После того, как земля станет сухой, рабочие приступят к прокладке асфальта. Фариза Албаева, Жак Сылык Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова